Здравствуйте! В эфире информационно-правая программа «Де Факто» с последними новостями о противодействии преступности и новых фактах криминальной сводки в студии Руслан Габрилёв. Сегодня в выпуске. Велопрогулка пущей неволи. Пик краж велосипедов традиционно приходится на лето. Гомельщина – лидер по числу пропавших и ненайденных людей. Лето – излюбленная пора года велосипедистов. С каждым годом в нашей стране растет число желающих прокатиться в тишине, не слыша рева мотора, да еще с пользой для здоровья. Увеличивается спрос на двухколесные транспортные средства, появляются и люди, которые не прочь поживиться чужим имуществом. С начала года в Гомельской области зарегистрированы кражи 240 велосипедов. В список ворованных попадают велосипеды всех марок. Если зимой подобные кражи совершаются из-за каких-то закрытых подсобных помещений и интенсивности их достаточно низкая, то на летние месяцы приходится пик подобных преступлений. Как правило, воруют велосипеды, относящиеся к категории новых. Это, как правило, наши стелсы, аисты, только приобретенные в магазине. И по безалаберности наши граждане оставлены где-то у супермаркетов, у маленьких магазинчиков сельской местности, не пристегнуты, оставлены в местах, не оборудованных видеонаблюдением. Такая категория краж у нас остается на данный момент не раскрытая. Владельцы двухколесных транспортных средств зачастую сами провоцируют нечистых на руку людей к совершению преступления. В небольших населенных пунктах брошены непристегнутым около магазина велосипед скорее правило, чем исключение. Так, по своей же беспечности, в прошедшую субботу лишилось средство передвижения работник почтового отделения связи в агрогородке Носовичи Добружского района. Женщине повезло. Благодаря оперативности и профессионализму местного участкового, велосипед был уже на следующие сутки найден. Но так бывает не всегда. По горячим следам раскрывается чуть более половины преступлений подобного рода. Только за этот день в разных районах области было зарегистрировано шесть подобных краж. Идеальных преступлений не бывает. Преступники не летают по небу, соответственно, оставляют свои следы на местах происшествия. Мы совместно со Следственным комитетом и органами внутренних дел, проводя комплекс мероприятий, направленных на поимку и отыскание данных лиц, обнаруживаем следы, их изымаем, что способствует скорейшему изобличению преступников. Последнее время, производя ряд ростологических экспертиз по запирающим устройствам, мы зачастую приходим к выводу о том, что запирающие устройства не обладают достаточными прочностными характеристиками. И приобретая дорогие велосипеды, хотел бы пожелать гражданам, чтобы они приобретали более качественные и крепкие запирающие устройства. О своем любом имуществе заботиться в первую очередь должен хозяин. При выполнении рекомендаций работников правоохранительной системы, основанных на практическом жизненном опыте, риск лишиться не по своей воле, нажитого не по сильным трудом, значительно уменьшается. Если гражданами приняты все меры профилактики по хищению своего имущества, то это такое, как пристегивание велосипеда, специально оборудованное приспособление, постановка велосипеда под видеокамерой около магазинов, и, как еще одна из действительных мер, постановка велосипеда на учет в органы внутренних дел. Хочу отметить, что поставить велосипед на учет в органы внутренних дел можно как в любой оперативно-дежурной службе органов внутренних дел, так и своего участкового инспектора милиции. Если не представится возможным найти либо участкового, либо оперативно-дежурную службу, всегда можно позвонить по телефону 102 и уточнить порядок своих действий в этой ситуации. Работники милиции также не сидят на месте и в прямом смысле идут навстречу велосипедистам. Нередко можно увидеть картину, когда рядом с местами парковок проводятся профилактические беседы с владельцами велосипедов. Во время проведения в областном центре массовых велопробегов под патронажем ГАИ также есть реальная возможность поставить свой велосипед на учет, тем самым увеличить вероятность его находки в случае кражи. С начала недели областная госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Сделай свою поездку безопасной». Помимо скоростного режима, особое внимание инспекторами ГАИ уделяется использованию ремней безопасности и выполнению требований правил дорожного движения при перевозке маленьких пассажиров. В последние годы в борьбе с непристегнутыми ремнями безопасности при движении на автотранспорте все-таки произошел переломный момент. У большинства автолюбителей сформировалось устойчивое собственное мнение, что пристегиваться надо. За шесть месяцев года на дорогах области произошло 216 ДТП, в которых погибло 25 человек, травмировано 235. Последние две цифры могли бы быть меньше, если бы все без исключения участники дорожного движения соблюдали требования правил. При столкновении масса тела человека увеличивается практически в 40 раз. Проведенными исследованиями установлено, что чаще всего пассажиры, находящиеся в салоне легковых автомобилей, получают травмы грудной клетки и головы. При этом, как показали проведенные исследования, практически в 70% всех травм получают в результате контактирования с рулевым колесом. Порядка 28% получают травмы в результате контактирования с передним ветровым стеклом. В случаях, когда в момент дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, а дети находятся вне специальных детских удерживающих устройств, увеличивается риск получения более тяжкого вреда здоровью, а в ряде случаев и летального исхода. От ДТП никто не застрахован. И умереть пристегнутым – это в большей степени исключение из правил. Один из подобных случаев произошел в минувшее воскресенье. Житель Светлогорска, управляя принадлежащим ему автомобилем «Ситроэн-Ц4», двигаясь по автодороге Светлогорск-Жлобин в полутора километрах от деревни Искра, не справился с управлением. Съехал в кювет, где столкнулся с деревом. Автомобиль опрокинулся. Водитель погиб на месте происшествия. Во вторник произошло ДТП вблизи Рогачева. Трех человек, включая годовалую девочку, в тяжелом состоянии доставили в больницу. В итоге полугодия на территории Гомельской области идет рост детского дорожно-транспортного травматизма. К сожалению, в этом году у нас больше ребят попали в дорожно-транспортное происшествие. В половине случаев это были дети-пассажиры. Поэтому со стороны госинспекции в настоящее время усилен контроль за соблюдением правил перевозок несовершеннолетних детей. У нас уже в области было три случая, когда дорожно-транспортных происшествий, автомобилей, ровным счетом не оставалось ничего. Взрослые в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. А дети, благодаря тому, что находились в детских сидениях, отделались, можно сказать, испугом. Генеральный прокурор Республики Беларусь на днях посетил наш регион с рабочим визитом. Он принял участие в итоговой коллегии прокуратуры Гомельской области и оценил результаты работы за первое полугодие. Сразу отметим, что общий тон выступления главного прокурора страны положительный. Хотя и есть ряд проблемных вопросов, особенно в части тяжких преступлений. Дело в том, что при общем снижении числа преступлений в первом полугодии почти на 11% количество убийств выросло. Не смогли профилактировать пьяниц и дебоширов. И теперь мы имеем реальные трупы, отметил в своем выступлении заместитель прокурора Гомельской области Геннадий Романюк. При этом акцент был сделан именно на преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Каждое четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Ну и очень немаловажный факт, что каждое третье человеком рецидив совершается, то есть ранее имеющим судимость. Вот на эти моменты мы будем обращать внимание на коллегии. Это заслуживает внимания, особенно пьянство, как вы понимаете. Это, в общем-то, проблема не только этого региона. Другая генеральная повестка дня – криминальный подтекст в дебиторской задолженности предприятий региона. Это очень серьезная проблема, которая шлейфом тянет за собой и ухудшение экономического положения предприятий, и невыплату зарплат, и зачастую незаконное обогащение отдельных руководителей. По крайней мере, именно так было в последнем резонансном деле о поставках мясной продукции в Россию. По поручению президента генеральной прокуратуры исключительно важным вопросом занимается это возвращение дебиторской задолженности, в том числе внешней. Так вот, Кумельская область – это одна из областей, где есть положительные тенденции в дебиторской задолженности. То есть деньги пошли обратно. Это не может не радовать. Ну и еще немаловажный факт о правах человека, который вы упомянули в самом начале интервью. Опять-таки положительная тенденция, очень хорошее обстоятельство. Факт, что нет проблем с выплатой заработной платы трудящимся нашим. Разумеется, круг вопросов, рассмотренных на коллегии, значительно шире. В частности, рассмотрели работу по надзорной и координационной деятельности прокуроров в отношении других ведомств. В итоговом документе коллегии отмечено, что благодаря надзорной и координационной работе в целом и по всем направлениям удалось наполовину снизить гибель людей на производстве, в ДТП и пожарах. Был возмещен ущерб на общую сумму более 73 миллиардов нединаминированных рублей. В честь 96-летия со дня образования Музырской милиции в местном РОВД в торжественной обстановке открыли мемориальную доску в память о бойцах истребительных отрядов времен Великой Отечественной войны сотрудниках советской милиции, павших в те годы. При парадном построении личного состава и многочисленных почетных гостях открыли первую и пока единственную в стране такую памятную доску. Начав свою историю в послереволюционном 1920 году, Музырская милиция боролась с вооруженными бандами. В годы Великой Отечественной обезвреживала диверсантов, сохраняла военные и хозяйственные объекты. Она служит, с одной стороны, дать память и уважение погибшим нашим сотрудникам, партийно-советским работникам, комсомольцам, которые в начале войны участвовали в борьбе с немецким фашизмом. Высокую оценку работе правоохранителей дал председатель Музырского районного совета депутатов Сергей Гвоздь. Население Музырщины высоко оценивает работу своей милиции. Сегодня можно спокойно пройтись по улицам, будучи уверенным в безопасности и в том, что если нужно, помощь придет незамедлительно, сказал он и вручил почетные грамоты райисполкома ряду сотрудников. Хотелось бы еще раз поздравить весь личный состав, в том числе и ветеранов Музырской милиции с праздником, с днем образования Музырской милиции, с 96-летием. Ну и, конечно же, отрадно отметить, что в этот торжественный и праздничный день для милиции мы не забываем про героев былых времен, славных времен и тяжелых времен. Это героев Великой Отечественной войны, наших коллег, сотрудников милиции, которые отдали свои жизни за сегодняшнюю несоветимость Беларуси. А сейчас просим обратить ваше внимание на информацию о розыске без вести пропавшего человека, престарелой женщины. В конце июня этого года ушла в лес за ягодами и не вернулась 80-летняя Смолярова Нина Ивановна, жительница деревни Моисеевка Светлогорского района. Приметы. На вид 85-90 лет. Рост около 160. Худощавого телосложения при ходьбе сутулица. Седовласое лицо овальное, глаза голубые. Особые приметы. Страдает незначительными провалами в памяти. Если вам что-либо известно о местонахождении Нины Смоляровой, просим сообщить по телефонам милиции. 8 0 296 90 68 93 или 102. Смотрите де-факто на телеканале Беларусь-3 и на сайте телерадиокомпании Гомель. И не забудьте присылать нам свои видео и фотоматериалы на электронный адрес программы defactogomelsobaka.gmail.com Наиболее интересные из них мы покажем в нашей передаче. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин